Ребят, всем привет! Сегодня, в общем, заключительное видео об этом контракте. 24-го числа уже меняемся, как мини сдали, сейчас на рейде стоим, вам оферды, меня на погрузку ждем, когда все только начнут. Хочу сегодня поговорить именно о психологической составляющей офицеров наших, которые смотрят за тем, кто ниже, матросами. Соответственно, в отношении за мотаристами, четвертым теканиками. Четвертый теканик уже, конечно, офицер считается тоже, хоть небольшой, но офицер. И мое именно мнение, как должны люди себя вести по отношению к тем, кто ниже себя радует. Соответственно, в первую очередь, это адекватное отношение. И ни в коем случае не ставить себя выше Бога и понимать, что в жизни есть такие моменты, которые могут просто черной чертой их перечеркнуть. Но будет уже поздно, к сожалению. Такие случаи были. Были они не только именно, у офицеров были также, у матросов и ботсманов. Вот один такой знаменитый случай, не так давно, года два назад был, в общем, матрос пришел на практику, соответственно, доставал ботсмана. То есть он не понимал, что тут этот ботсман, да, вот, как нужно, нужно ли уважать ботсмана. На самом деле ботсман это второй, можно сказать, капитан. То есть ты должен выполнять его приказ, указания. И в один прекрасный день они опять поругались в трюме, вот, но ботсмана была уже бритва. Ну, они вдвоем, как раз там были. Ну, тот ему ножом по горлу, все, и пошел, ботсман пошел в каюту чай пить. А парень молодой, там лет, наверное, 18-19, ну, пока поднимался, поднялся до палубы, да, до главной. Соответственно, все, там он истек кровью, сонную артерию он перерезал. Все, нашли его, лертый уже потом. Ну, понятное дело, что ботсмана посадили, у него было, осталось трое детей, жена, но, тем не менее, он не смог с собой совладать. Вот такие вот моменты бывают, да. Также был на моей практике, потому что капитан такой неадекватный, вообще, просто неадекватно, сказать, бил. Ну, со слов повара, его били раз пять, премьер его не били, конечно, но, к сожалению, после всего два месяца. Сработали. Вот, в итоге я уехал, через три недели он уехал, чуть-чуть, там, ну, прединфарктное состояние. Вот, то есть, он себя не берег вообще. Он не спал почти, приходил на мостик каждую 8 минут, ругался, меня обгудил, там, по сигналу, там, стабильно. То есть, у меня вахта будет с трех утра, он у меня пол-восьмого утра, там еще такая сирена была в каюте, он меня обгудил, короче, на протяжении двух недель, каждый день. Вот, не знаю, как я не сорвался, удивительно. Правда, был момент, когда я пошел за ним в каюру, начал ему стучать, вот, он мне, к сожалению, дверь не открыл. Я просто хотел поговорить, что он там, то есть, он пошел, пизданул и убежал в каюру. В каюру он испугался, он, дверь не открыл. Такие вот дела творятся на судах. Вот, и сейчас до сих пор, как бы, встречаюсь с таким, вот. Тем не менее, я уже по-другому немножко начал относиться к тем, кто старше по званию, да, вот. Вот, я всегда очень рад, когда люди адекватные и относятся к тебе наравне, вот. То есть, не держат никакой злобы, вот, негатива никакого из них не исходит. То есть, вообще, в любом случае, ваша именно эмоциональная составляющая, она будет видна всем. Дольше сильно заметно и чувствуется. Значит, энергетика, то есть, заходишь, ты, допустим, на мозг, и ты чувствуешь, что что-то, как бы, не так происходит. Вот. А когда человек позитивный, соответственный, и все себя чувствуют очень хорошо, и контракт летит достаточно быстро, вот. Поэтому, будьте адекватными, тогда вы поживете подольше, вот так я скажу. Вот, и остаетесь здоровы. Вы не думайте, что у вас, если вы станете капитаном, и все, вам можно. Ни в коем случае это большое заблуждение, поэтому, вот, запомните, сейчас, да, кто смотрит это видео, кто-то сейчас может еще курсант, подумайте еще раз над собой, да, над своим поведением, именно как вы себя сейчас ведете, да, потому что это уже идет с молодости. Если вы молодой, дерзкий, не следите, да, за своими действиями иногда, вот, а может даже видеть часто очень, да, поэтому подумайте над тем, что пора меняться, потому что, если вы с тобой деловались, значит, это проблема. В первую очередь, это будет влиять на вашу психику, вот, а во-вторых, ну, будут у вас конфликты, вероятно, будут драки, и факт, что все хорошо закончится для вас. Понятно, что люди с другой стороны могут тоже пострадать, кто-то ведь пришел работать реально, и как бы им никогда конфликтов не делают, тупо свою работу, да, зарабатывают деньги, вот. А если вы будете их давить, 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 вот, по всякой природе, я считаю, что делать нужно, если вы разъебываете именно кого-то, да, там, матросов, там, понятно, там, ботсмана, то это нужно делать с позитивом, понимаете, но человек при этом, чтобы понимал, что он сделал это неправильно, вот. Он пойдет и сделает, там, в два раза лучше, чем вы бы его разъебали с матом, не знаю, там, где, как еще можно, да, что там еще, плеткой там еще стебернуть, вот. Человек лучше не сделает, вот. Чем ты мягче объяснишь, как бы мягче, и в то же время грубо, да, только это в мягкой форме, это завуалировано должно быть, вот. Вот такая грань, очень тонкая, нужно это понимать. И вот, весь, весь, вся проблема. Вот. У меня была, у меня был конфликт тогда тоже с ботсманом в свое время, когда первый датрак в Шуштурманом пошел, я себя вел неправильно, вот, признаюсь, и я это уже осознал, вот, к сожалению, я с ним уже не пересекался, хотя мы с самого города, у нас с ним вообще общение не пришло, вот. Я это уже десять раз обдумал, и когда в жизни происходят какие-то события, достаточно серьезные, они меняют твою жизнь, пытаются сломать твою жизнь, да, но ты, как бы, не ломаешься, ты становишься сильнее, и потом понимаешь, что ты, на самом деле, в некоторых моментах неправильно себя вел и с людьми, может быть, тебе, как бы, и судьба их преподнесла, вот, как бы, за расплату, да, за твое отношение к людям. Но я вот почему видео это и записываю, чтобы вы уже изначально начинали правильный свой путь, и тогда будет у вас все отлично. Берегите и нервы с молодым, самое главное, занимайтесь спортом, спорт на сегодня это очень главное, очень главное, скажу, так, как, сам даже управляюсь, да, просто пишу, как бы, с одного, да, дубля, вот. Если вы засиживаете, ну, допустим, с компьютером, там, и так далее, там, с перепиской, там, сходите, разгрузитесь, сделайте грушу, пойдите, поджимайтесь, да, пробежитесь, там, пробежитесь по причалу, вот, не знаю, что еще можно поделать, много чего, пинг-понг там поиграть бьет, вот, сходить в город, и так далее, все, это конверсальная разгрузка, просто уже, ну, на крайний случай, бухните, там, про то, когда есть время, вот, хотя я противник алкоголя, вот, ну, раз в месяц можно, а это для сосудов, в принципе, чуть-чуть можно. Ну, все, ребят, спасибо за просмотр, сейчас я еще двоечку пробью, на мостике, кстати, когда есть время, можно тоже заниматься, отжиматься и так далее, но отжимаюсь я на палубе, поэтому здесь только двоечку отрабатываю на второсте. Все, и позитивчик просто сразу же, прилив идет. Все, всем пока, ребят.